На прошлой неделе Кабинет Министров Украины отменил постановление номер 560 о граничных ценах на услуги теплоснабжения, в которых было предусмотрено, что максимальная цена геокалорий составляет 1400 гривен за одну геокалорию. Соответственно, с этой недели Национальная комиссия, регулирующая тарифы в сфере жилищно-коммунальных услуг, производит уже рассмотрение лицензиатов на пересмотр тарифов на тепловую энергию. Соответственно, мы сейчас готовим полностью комплект документов для подачи, и я надеюсь, что к концу следующей недели мы полностью подадим весь комплект документации для рассмотрения и утверждения в законодательном поле тарифа на тепловую энергию для предприятия теплоснабжения города Одесса. Хочу обратить ваше внимание, что на вчерашнем заседании бюджетной комиссии были озвучены ряд цифр по тарифам по нашему городу, в частности, который является самым низким по Украине из крупных теплоснабжающих организаций городов-миллионников. Также приведены были сравнительные тарифы по городам, таким как Харьков, Львов, Днепропетровск, у которых тариф составляет на уровне 1400-1540 гривен за одну гигакалорию. Соответственно, предприятие, работая с самым низким тарифом, который составляет 1266 гривен за гигакалорию, несет постоянные убытки и вынуждено, скажем так, работать и обращаться за постоянной помощью к депутатам, за помощью к Одесскому городскому бюджету. Также хочу обратить внимание на то, что наш прогнозированный тариф, который сейчас подан на рассмотрение в Национальную комиссию по жилищно-коммунальным услугам, рассматривается в установленном порядке, но это не означает, что на сегодняшний день с 1 декабря поднимется плата за услугу теплоснабжения для всех категорий потребителей. Я могу сейчас с уверенностью сказать, что ноябрь и декабрь 2019 года население будет платить по тем же расценкам за тепловую энергию, которые существовали на начало отопительного сезона. Ориентировочный, расчетный, прогнозный тариф, который подлежит еще рассмотрению в Национальной комиссии, обращаю внимание, что это прогнозный тариф, это наше предложение для Национальной комиссии. Поэтому окончательную цифру, сколько будет стоить квадратный метр, не знает на сегодняшний день никто. Мы можем прогнозировать любые величины, но у меня большая просьба не публиковать не совсем достоверную информацию, а опираться на те источники официальные, в которых опубликованы те или иные цифры. Поэтому мы работаем по процедуре, соответственно, когда будет информация по тарифу известна, мы ее официально доведем до всех наших абонентов. Хочу обратиться к потребителям наших услуг, это жители нашего города, и обратить внимание, что долги по предприятию населения на сегодняшний день составляют 383 миллиона гривен. Мы сейчас уже произвели запуск всех наших источников тепла, обеспечиваем свою часть задачи по бесперебойному теплоснабжению населения и юридических лиц городских школ, детских садиков в полном объеме. Поэтому у меня большая просьба обратить внимание на то, что существуют, на существующие свои задолженности по услуге теплоснабжения и максимально в кратчайшие сроки погасить существующие задолженности. Продолжение следует...